Джаку – пустынная планета, расположенная в удаленной части внутреннего кольца галактики, в западном пределе. Единственным развлечением на планете были проводимые на севере гоночные состязания. На Джаку проходила добыча полезных ископаемых, таких как безорит, магнит и кесиумный газ. Следы от разработок покрывали всю планету. На юге собирали растения, из которых производили опрокидывающий нектар – горький алкогольный напиток с послевкусием моторного масла. Джаку из-за удаленности и немногочисленного населения было излюбленным местом у отшельников, дававших определенные клятвы и обеты. Среди самых заметных поселений были Туанул, Реестке и Крейттаун. А застава Нима считалась единственным крупным и имеющим хоть какое-то значение городом. Охранял заставу констебль Зувио и местное ополчение. Из-за отсутствия нормальной связи не только с другими планетами, но и даже между городами на самой планете, Джаку любили выбирать люди, обремененные долгами или желавшие начать новую жизнь. Не все обитатели планеты были мусорщиками. Например, жители Туанула были последователями культа Силы, почитавшие идеалы джедаев. Они верили, что Орден джедаев возродится и сыграет важную роль в восстановлении равновесия в Силе. Через год после битвы при Эндоре между Новой Республикой и Галактической Империей состоялась битва за Джаку. Проигрывая сражение и понимая всю безысходность своего положения, имперские силы начали использовать лучи захвата, притягивая корабли Новой Республики к своим кораблям и направляли их на столкновение с поверхностью планеты. Некоторые имперские капитаны, не желая отдавать свои поврежденные корабли в руки врага, сами направляли их на Джаку. Те, кто не успел покинуть корабль, погибли. Другие же, воспользовавшись спасательными капсулами, приземлялись на планету и отправлялись на поиски поселений. К сожалению, на тот момент Джаку был практически необитаем, в связи с чем большинство выживших погибло от голода или климатических условий. В этом сражении Империя понесла настолько большие потери, что уже не смогла оправиться и была вынуждена подписать Галактическое соглашение. Через 29 лет после битвы за Джаку многочисленные останки кораблей все еще были разбросаны по всей планете. Незадолго до этого хат Нима построила заставу Нима с целью сбора любых ценных предметов из никому не нужных обломков. В это же время Первый Орден отправил на Джаку Звездный Разрушитель Добивающий с целью получения информации о местонахождении джедая Люка Скайуокера. Последующие события были описаны в седьмом эпизоде Звездных войн Пробуждение Силы. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо и да пребудет с вами Сила. До встречи!